У нас есть уникальная возможность посмотреть, что же на самом деле происходит в здании бывшего кинотеатра Москва, больше известного как Планетарий. Пока то, что я вижу с порога горы мусора, который валяется здесь везде. Самое ужасное, что такая уникальная возможность есть у каждого жителя города. Двери открыты нараспашку и со всех сторон. Внутри километры киноленты, битое стекло, дыры на потолке и много чего другого. Очевидцы уверяют, по вечерам в бывшем арт-клубе Планетарий и кинотеатре Москва бывает жарко. Лица с девиантным поведением тут частые гости. Об этом свидетельствует разруха и не самые приятные запахи. При этом уже в начале года стало известно, что в этом здании планируют разместить ЗАГС. Вот что 9 февраля написали на сайте РЗН-Инфо. Цитата. Согласно документам, на сайте госзакупок в обновленном здании на Московском шоссе будет два зала. В зале для торжеств на первом этаже разместят комнату для невесты и жениха вместимостью по 10 человек каждая, холл для ожидания и гардеробную, рассчитанные на 300 человек. На втором этаже разместят конференц-зал на 120 человек. На территории рядом с обновленным ЗАГСом уложат новую брусчатку, поставят уличное освещение и лавочки, а также оборудуют стоянку для машин и автобусов. Средства на реконструкцию выделят из регионального бюджета. Напомним, ЗАГС зданий бывшего планетария откроет летом 2019 года. Время идет, а здание только ветшает. Успеет ли к следующему лету преобразить его до неузнаваемости? Вопрос хоть и риторический, но уж больно актуальный. Вот и жители города озадачились этой темой. После того, как руководитель информационных проектов, журналист Антон Сумин выложил в соцсетях фотографии планетария без прикрас, пост набрал десятки тысяч просмотров и не меньше комментариев. Было очень много комментариев, было очень много писем, было очень много звонков, когда вот эта тема разлетелась. Разделилась четко на два поколения. Старшее поколение – это те, кто помнит, когда здесь был еще кинотеатр «Москва». Люди вспоминали, что здесь показывали фильм «Навигатор» советский, что ходили на премьеру, а другие вспоминали, что здесь были концерты с живой музыкой. То есть у людей остались какие-то воспоминания. Общественники не остались в стране и решили взять этот вопрос под свой контроль. Такие вещи надо решать системно, надо решать с максимальным привлечением общественных сил, чтобы все было максимально прозрачно и понятно людям, горожанам. А пока вроде как сказали, что будет ЗАГС, вроде будут выделены деньги на благоустройство. Но как это будет выглядеть, во что это выльется в конечном счете, никто вообще не знает. Завится молчание. Еще одно здание, которое ни один год не дает покоя рязанцам – это торговые ряды. Обещание привести его в порядок так и повисло в воздухе. К сожалению, это тоже не единственное место, ставшее свидетелем бывшего великолепия и пережившее этап полнейшего запустения. Через дорогу от нас находится бывшее училище «Связь». Это целый комплекс зданий. По сути, сейчас используется только одно. Там находится многофункциональный центр. В остальных планировалось разместить инновационный центр, но пока работы не видно. Между тем, новость о том, что будет с инфраструктурой училища, также была обнародована 9 февраля. Вот что написал портал «Медиа Рязань». Цитата. Губернатор Рязанской области Николай Любимов 9 февраля в рамках послания жителям заявил, что правительство региона приступает к созданию на базе бывшего училища связи инновационного научно-технического центра, где будет создана инфраструктура для развития IT-технологий. Пока понятно только одно, что и в какие сроки успеют сделать, покажет только время. Все эти строения объединяет то, что они находятся в региональном ведомстве. А вот здание бывшего Дома книги, хоть и является уникальным памятником советской архитектуры, все же стоит особняком. Оно пустовало не один год, и теперь единственное, для чего ему нашли применение, очередной сетевой магазин. Эта новость вызвала резонанс в интернете. Да такой, что московский блогер Илья Варламов не смог не откликнуться. В частности, он написал цитата. «Успели уничтожить панорамные витрины и сделать вместо них примитивную прямую». Конец цитаты. «Вот так мы умеем беречь наследие предков». В свою очередь, наша телекомпания отправит официальный запрос в региональное правительство с просьбой разъяснить ситуацию, связанную с разрушением кинотеатра «Москва», торговыми рядами и инновационным центром, и просьбой обозначить сроки проведения реставрационных работ. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город».